Я с ним разговаривала последний раз, когда он узнал, что Олег начал голодовку. Из его разговора я поняла, что он готов его поддержать. Но я его отговаривала от этого. Но, как видно, мне не удалось это сделать. Но я его только могла поддержать в его решении. Мне больше ничего не оставалось. Мы поддерживаем контакт посредством писем и звонок. Как раз в месяц положен. Так вот мы общаемся. Но еще его посещает адвокат, который передает все новости. Звонки не очень длинные. Оно его интересует, что происходит дома. Спрашивает о друзьях, о знакомых, о родственниках. Что происходит в Украине, во всем мире. Его очень все интересует, потому как там недостаток информации. Там только российские новостные программы можно посмотреть. Поддерживаю с Челябинскими правозащитниками связь. Потому как это единственный способ как-то узнавать о Саше. Я была на длительном свидании. Но я была в комнате гостиничного типа комната. Кухня на 10 человек, общий санузел. А то, что там внутри колонии, я не могу себе даже представить. Длительное свидание длится трое суток. Но я думаю, что в ближайшее время я поеду. Уже положено следующее свидание. Я думаю, что в июне или в июле уже поеду. Очень тяжело эта встреча далась. Мы с ней раньше не были знакомы. Мы встретились, проплакали с ней. Очень тяжело, если честно. Олега мама просила, чтобы Саша не начинал голодовку. Но на Сашу не повлияли наши доводы. Мы с ней проговорили долго. У нас одна тема. Наши сыновья. Очень хочется скорее их увидеть дома. И очень на это надеемся. И она и я. Это верно, что весь мир о них заговорил. Но я думаю, что Россия не пойдет на такие требования, которые выдвинул Олег. С правосудием российским мы уже столкнулись. Но рассчитывать на какое-то сострадание, милосердие со стороны России, я думаю, не приходится. Путину четыре года подряд задают на конференциях один и тот же вопрос. И он отвечает слово-слово на каждой конференции. Уже заученные фразы у него. Я, конечно, надеюсь, что своими голодовками ребята всколыхнули мировую общественность. О них заговорили. И может, это что-то как-то повлияет на то, что в дальнейшем приведет к какому-то обмену. Или же, не знаю, к какому-то освобождению каким-то другим путем. Но думаю, что он может как-то решиться этот вопрос. Он находится не в камере, а там барак на 90 человек. У него там свободное перемещение, он может. Но он посещает библиотеку, много читает, занимается. Занялся изучением иностранного языка. Ходил в спортзал. Он не работал. Ну, как он объясняет, что не хочет зря терять время, занимается самообразованием. В Крым однозначно он не вернется. Он и сам этого не захочет. Ну, я думаю, что он продолжит обучение. Он же студент Таврического национального университета. Его восстановили на учебу в Украине. И думаю, по освобождению он продолжит учебу. Сначала надо выйти. Это первое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова